Законопроект Законопроект Бывший премьер-министр Юрий Лянко считает неправильным обвинять Российскую Федерацию в проблемах Республики Молдова. Об этом он заявил в интервью «Свободной Европе». «Коррупция не сгенерирована Москвой. Коррупция наша проблема. Отсутствие реформ, отсутствие воли в Кишиневе отношения к Москве не имеет», заявил Лянко. Заместитель Верховного Главнокомандующего, объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Эдриан Брэдшоу посетит Кишинев по приглашению начальника Генштаба нацармии. Британский генерал встретится с министром обороны Виарелом Чеботару. По итогам дискуссии стороны проведут брифинг у Брэдшоу, также запланированы встречи с президентом Николаем Тимофти и представителями Министерства иностранных дел. Генерал Брэдшоу командует контингентом международных сил в Косово, где есть и молдавские военнослужащие. Более 40 из них присоединились к миссии в марте этого года. Председатель Народного Собрания Гагаузи Анна Харламенко отстранена от руководства региональной общественной компании Телерадио Гагаузи. Решение было принято большинством голосов членов Наблюдательного Совета компании. По данным портала Гагаузинфо, ранее счетная палата Гагаузи выявила ряд нарушений в деятельности руководства компании, в том числе не включение в доходной части бюджета полученных грантов, отказ от объяснений, на что были потрачены более 1 миллиона леев, полученных от рекламы. Исполнять обязанности председателя Телерадио Гагаузи будет Степан Пирон, являющийся директором регионального общественного телевидения. Акционерные общества с мажоритарной долей государства и государственные предприятия будут перечислять 50% от чистой прибыли, полученной в 2014 году, в качестве дивидендов и отчислений в государственный бюджет. Соответствующий проект решения одобрен накануне Кабинета министров. Более того, АОС, государственные доли участия и госпредприятия, которые до вступления в силу этого документа приняли решение о распределении полученной в 2014 году чистой прибыли, в течение одного месяца должны созвать внеочередное общее собрание акционеров для корректировки этого решения. Сегодня в Молдове отмечают День библиотекарей. В связи с этим в Кишиневе стартовал международный салон книги для детей и юношества, посвященный поэту Григорию Виеру. В мероприятии будут участвовать свыше 120 издательств и дистрибьюторов книги из 9 стран – Молдовы, Румынии, Франции, Германии, Китая, Италии, Польши, России, Турции. Посетители смогут ознакомиться с национальными и иностранными издательствами, принять участие в беседах и встречах с писателями, в творческих мастерских, конкурсах, профессиональных встречах, а также купить книги со скидкой. Также сегодня в Национальной филармонии Сергея Лункевича состоится вручение дипломов лучшему библиотекарю 2014 года. Еще двух граждан Республики Молдова прошлой ночи эвакуировали из Йемена. Информацию подтвердила журналистом глава пресс-службы МИДЕИ Анна Табан. Семейная пара из Молдовы была вывезена военным российским чартером вместе с гражданами других государств. Операция стала возможной благодаря совместным усилиям рабочей группы МИДЕИ и посольства РМ в России. С момента начала военного конфликта в Йемене было эвакуировано 24 гражданина Республики Молдова. Между тем, саудовский принц Аль-Вали Талал пообещал подарить по новому автомобилю Бентли каждому пилоту королевства, принявшему участие в авианалетах на Йемен в рамках операции «Буря решимости», которая стартовала 26 марта. Авиация – силы арабской коалиции, в которую кроме Саудовской Аравии вошли Бахрейн, Катар, Кувейты и Объединенные Арабские Эмираты начала наносить удары по мятежникам-хуситам, занявшим столицу Йемен-Асану. За несколько недель боевых действий пилоты ВВС совершили 2300 воздушных рейдов. В результате погибли не менее 944 человек. 3487 были ранены. Большинство из них – мирные жители. В Чили объявлен красный код опасности из-за извержения вулкана Кальбука. Власти страны эвакуировали более полутора тысяч человек, проживающих в радиусе 20 километров от кратера. Столб пепла поднялся на высоту в несколько тысяч метров. В связи с загрязнением атмосферы местные авиакомпании объявили об отмене рейсов в находящемся неподалеку аэропорту. Вулкан высотой в 2003 метра считается одним из трех наиболее опасных в Чили. Его последнее извержение произошло в 1972 году. На сегодня Национальный банк установил следующие курсы валют. Евро поднимется на целых 35 банов до отметки в 19 леев 98 банов. А доллар на 19 банов до 18 леев 56 банов. Плюс 9 пунктов румынской валюты. Итого 4 леев 51 бан. На 6 банов подрастет украинская гривна. Ее стоимость составит 82 бана. И лишь российский рубль останется на тех же позициях, что и вчера. 34 бана. Редактор субтитров А.Семкин